На дворе последние деньки уходящего лета, а это значит, что снова у меня появляется повод выпустить на канале ролик, посвященный моей малой родине, республике Коми, летний отпуск в которой, и так уже не первый год от чего-то складывается, мы предпочитаем путевкам на какой бы то ни было курорт в направлении южных морей. Боже, мы в Коми. Не в Коми, а в Коми. Это республика такая. Нет, ну отдых. Здесь, конечно, отдыхом. Но что в дни нашего пребывания в столице Коми, Сыктывкаре, что во время беззаботного чила средь идиллических деревенских пейзажей на берегах матушки Сысылы, работа над контентом нисколько не приостанавливалась. Итогом моих бесконечных видеомонтажей этих жарких недель станет большой ролик, посвященный Санкт-Петербургу, который выйдет на канале вскоре следом. Пока же давайте малость отвлечемся от уже привычных прогулок по районам и улочкам северной столицы России. Вы на ютуб-канале Раскипаска. И я приветствую вас, друзья, на славной земле народа Коми. Говорит Сыктывкар. Доброе утро, товарищи. Рассказ о летних каникулах 2022-го начну с Сыктывкара, столицы края. Нынешнее лето в республике особенное, юбилейное. Одиннадцатый регион отмотал соточку. Шо? Опять? Да, снова потому, как торжества по случаю республиканского юбилея в августе прошлого года ввиду злополучной пандемии были отменены. Безопасность в те непростые месяцы была, разумеется, превыше всяких празднований. Особенно для республиканского главы по совместительству заслуженного врача России. Особое внимание уделено санитарной и медицинской безопасности. Сегодня это очень актуально. Нет, ну что-то из запланированного в 2021-м, конечно, и состоялось по случаю. Однако большинство рядовых жителей республики смогло насладиться праздником лишь с голубых экранов телевизоров. Валентин, он же Владимир Уйба, волевым решением перенесший массовое гуляние на следующий год, данное слово по итогу сдержал и нынче летом, в год своего 101-летия. Республика свой столетний юбилей с помпой все же отмечает. Лето 22-го отметилось и масштабными работами по замене коммуникационных сетей в городе, сразу на нескольких участках. Ввиду чего жителям посчастливилось в полной мере ощутить на себе прелести настоящей столичной жизни, касаемой дорожного трафика. Автомобильные пробки на центральных магистралях Сыктывкара, может, до московских в своей интенсивности и не дотягивали. Однако заставили говорить о себе этим летом всех, без исключения автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и, конечно, сыктывкарских таксистов. А вазить ногами надо, а не головой! Кожел! На рынок вышло новое приложение PlaceTime, геосоциальная сеть для людей и бизнеса, скачать которое можно на площадках App Store и Google Play. После совсем уж простой регистрации посредством синхронизации с Google, Apple аккаунтами или же аутентификации по номеру телефона, Подробно заполняю личный профиль, делаю страничку публичной, тогда мои публикации смогут видеть другие пользователи, а также активирую видимость на карте. Многие процессы внутри площадки завязаны будут на вашем фактическом местоположении и территориальном расположении вашей компании. При желании, впрочем, свое местонахождение можно будет скрыть или использовать функцию «Видимость на 20 минут». Удобно, если побоитесь забыть отключить его ручками. Новому пользователю приложение доходчиво объяснит все первые шаги. Самостоятельно подписывайтесь на интересные вам комьюнити, и вот приложение уже формирует персональную новостную ленту, согласно вашим подпискам, и ленту по интересам от пользователей приложения, находящихся поблизости, а также интересные за неделю и сторисы. Кроме личной странички, доступны и создания во вкладке «Бизнес» собственного комьюнити, страницы, посвященные вашему бизнесу, в том числе по оказанию услуг, в качестве мастера или фрилансера. Точка на карте в таком случае будет видна всегда, вне зависимости от вашего личного режима видимости. В свою очередь, за всем этим дружелюбным интерфейсом и прикольным дизайном кроется и целый набор удобного инструментария для настройки рекламы, продвигающий вас или ваш бизнес. Внутренняя валюта «Плейстайм», за счет которой можно проводить рекламные кампании без вложений дополнительных средств, баллы, которые, кстати, бесплатно начисляются всем новым пользователям. Благодаря этому, к собственному продвижению приступить можно будет сразу после регистрации. Главное отличие от «Гугл» и «Яндекс.Карт» или того же «Два Гиса» — то, что «Плейстайм» — это еще и социальная сеть, в которой предусмотрено ведение блога, лента с публикациями, сторисы, а также создание чатов. Скачивайте приложение, регистрируйтесь, подписывайтесь на меня, ну и, конечно, продвигайте с помощью «Плейстайм» себя или свой бизнес. Республика Коми с ее столицей, городом Сыктывкаром, располагается на северо-востоке, европейской части России. Коренное ее население, комизыряне, относится к финно-уграм, многомиллионной по численности этноязыковой общности народов, наряду, например, с финнами и венграми. Коми-зыряне, к которым относятся множество этнографических групп помельче, сконцентрированных в границах республики Коми, по родственным наиболее близки, за ее пределами, конечно же, Коми-пермикам, малочисленным, увы, ныне Коми-язвенцам и изюздинцам, а также и Удмуртом, коренным обитателем одноименной республики. В самой же Коми на день сегодняшние зыряне составляют лишь четверть от ее населения, ну а еще каких-то сто лет тому назад они оставались еще абсолютным демографическим большинством из проживающих в крае этносов. Двусоставное наименование народности Коми-зыряне возникло путем объединения двух слов. Коми, как ее представители именовали себя сами, и зыряне, как они были прозваны соседями извне. Происхождение обоих этнонимов до сих пор еще вызывает некоторые споры. Первое, например, могло происходить от названия реки Кама, на берегах которой проживали некогда Коми-предки. Второе же, куда более мудреная головоломка для историков и лингвистов. По одной из версий, сразу скажу, не самый популярный, но достаточно уже старинный, название зыряне произойти могло от насмешливой обзывалки. Зыря, как величали на соседней с Коми Вологодчине, любителей, что называется, закладывать заворотник. Окажись, гипотеза даже правдива и вряд ли в этом будет что-то обидное. На то все-таки это и экзоним, то есть наименование народности, привнесенное извне. Коми те столетиями жили себе в своем глухом таежном углу и ведать не ведали, что они вообще по чьей-то там сторонней прихоти теперь, оказывается, именуются зырянами. Сыктывкар – город, прямо скажем, не избалованный излишним вниманием туристов, зато небольшой и весьма компактный. Сто шагов влево от намеченного туристического маршрута, километр вправо, и вот вы уже в каком-нибудь уединенном и тихом сыктывкарском микрорайончике, уставленном двухэтажными деревяшками барачного типа или панельными высотками, обладающим при этом самобытным наименованием и устоявшимися в его пределах порядками. Какой из их обильного числа можно считать опаснее прочих, в городе однозначно ответить сложно. Можно, впрочем, попробовать оттолкнуться от результатов народного опроса журналистами про города в недалеком прошлом. Победу, если можно так выразиться, в нем одержал неистово хардкорный, даже по эжинским понятиям. Его микрорайон в микрорайоне, именуемый строителем. В том месте нет ничего, кроме боли и невообразимых страданий. И вроде гордится подобным статусом дело еще такое себе, однако обитатели, не попавших в число первых в криминальном рейтинге районов города, с его составителями готовы были бы еще поспорить. На повышенных тонах и, возможно, даже ногами. Ха-ха, вот это ржага, пацаны! Но то такое, все это еще не повод отказаться от уличных прогулок после захода солнца. Период белых ночей в нашей широте уже успел закончиться, так что и тьма кругом, что глаз кали. Но город и в свете одиноких фонарей прекрасен, как, например, и в границах местной топонимической достопримечательности, в Сыктывкарском Париже. Об этом историческом микрорайончике, тезке французской столицы, я уже не раз упоминал в своих выпусках. Месте, где вы гарантированно в любое время дня и ночи повстречать сможете слова охотливых и позитивных местных, настоящих сыктывкарских парижан. Пошла движуха. Пошла жара в хату. Нет, это не девушки бывают разные в фильм. Это мы в Сыктывкаре. Мы в местечко Париж. Все четко. Все. Вот Дженька тоже. Вот, вот. А он не хочет сниматься. Все четко. Кроме бесцельных ночных шатаний по улицам и приулкам города моей беззаботной юности, выбрались мы однажды и на вполне культурное мероприятие – художественную выставку «Среда обитания» в Центре творческих и культурных инициатив ЮГР. Работы, представленные в здешних экспозиционных залах – их два – по большей части принадлежали кистям мастеров из соседней скоми Кировской области. Что по форме, что по содержанию – заметно отличные меж собою. Мне, впрочем, как всегда, особо зашли бы до писательной образа и сюжеты нашей с вами современности. Но тут уж, что называется, дело вкус каждого. Ах да, совсем забыл. Одним субботним деньком мы с друзьями на машине выбрались и в деревушку Малый Анып. Что в Усть-Куломском районе находится? Повод для выезда, а дорога не то чтобы близкая, два часа пути в одну сторону из Сыктывкара. Проведение там первого межрайонного фестиваля конкурса Коми-рок-музыки Биа-Ур, что на русский переводится как «Огненная белка». Вход был бесплатным. Главной трудностью было, конечно, суметь туда самостоятельно добраться. Групп участниц заявлено было немного, конкурсных номинаций и того меньше. Ну а прикатили мы к месту проведения феста уже вечером. Аккурат к началу, собственно, концертной части мероприятия. Ведущие шоу были просто на высоте и грели публику, и в минуты музыкальных пауз, и во время выступления команд. Атмосфера, царящая перед сценой, вообще напоминала какой-то большой деревенский праздник. Народ вокруг, как, собственно, и мы, что на пикнике. Выпивал, но больше все-таки закусывал. Общался меж собой, слушал музыку. Ну а прочие и лихо отплясывали на травяном танцполе, как в последний раз. Действо разворачивалось на территории базы отдыха «Мишкин лес». И места окрест были весьма живописные, так что и аватарки в соцсетях многие после, надо полагать, обновили. Некоторые из зрителей вообще захватили с собой даже туристические палатки. Как гласила официальная программа на афише, ночью ожидался рожек большого костра и пение песен под гитару до самого утра. Мы, конечно, пасанули и укатили в ночь по домам. Однако до того успели ознакомиться с молодым, по большей части, поколением республиканских рокеров. Репертуар, звучащий со сцены, по большей части, был каверным. Однако, кроме неустаревающих отечественных рок-хитов, звучали и песни, определенно выходящие за узкие границы жанра. Песен на коми-языке прозвучало немного. Жаль, мы не были на конкурсной части мероприятия и не оценили кавер Короля и Шута на коми-зырянском. Одна из команд же выделялась особо. Тексты их композиции были сложены из произведений коми-поэтов. Ну и неудивительно, что ребята отхватили по итогам первое место в номинации лучшей коми-рок-группы. Извините, пожалуйста, одну секунду, у нас технические неполадки. В общем, не знаю, станет ли Огненная Белка традиционной для Усть-Куломского района и будет ли так же проводиться и в следующем году. Есть орган там, что еще подправить и куда, конечно, подрасти. Но на сегодняшний день ставим им заслуженный зачет. Начинание это однозначно правильное и нужное. Вообще, районных фестивалей по всей республике уйма всяких проводится в летнее время года. Тут уж только мотаться поспевай. На одном из ряда прочих Усть-Цилимской горке не первый год уже все собираемся побывать и мы, да что-то никак не срастается. Проводятся мероприятия ежегодно в начале июля в, соответственно, Усть-Цилимском районе Коми. Мести в республике особенном, настоящей находке для любителей этнографического туризма. Большую часть населения Усть-Цильмы, так уж исторически сложилось, составляют старообрядцы Поморского Согласия. То есть потомки, бежавших сюда от притеснений русских староверов. С зырянами они, судя по некоторым рассказам, как от первых, так и от вторых, не то чтобы пребывают в обоюдной неприязни, но держатся одни от других по возможности еще несколько обособлено. Вообще, территория современной Усть-Цильмы была не единственным местом на карте края, ставшим прибежищем бежавших на север раскольников. Самобытная группа староверов, например, никогда осела и в верховьях Вычигды. И часть верующих из их числа вообще придерживалась наиболее радикальных, соответственно своим религиозным представлениям, жизненных установок. Будь то суровый аскетизм с полным отказом от деторождения. Без секса. Или же принципиальная эндогамия. Вступление во брак исключительно между представителями их закрытого и малочисленного сообщества. Твоя мама, твой отец, а твой отец твой брат. Так что уже спустя энное количество поколений, по описаниям современников второй половины девятнадцатого века, эти вычигодские староверы, перед тем, как окончательно исчезнуть, отличались уже и явными внешними признаками вырождения. Дети кровосмешания. При всех моих трепетных чувствах к Сыктывкару, дабы хоть немного отдохнуть от городского шума, его пусть и такой провинциальный нот суеты, а также потока нескончаемых тревожных новостей этого года, мы в разгар нашего отпуска на время выбрались еще дальше от цивилизации. В одну симпатичную деревеньку, расположенную на правом берегу реки Сысалы. Деревушка та весьма может еще так показаться малопримечательная с виду и запрятанная средь лесов и полей. Тем не менее, одно из древнейших селений во всей республике. Первое письменное упоминание, которое относит еще аж к концу 15 века. По республиканским меркам возраст еще более чем солидный. Хоть, как и говорится, арабам и евреям, конечно, смешно. У них там по нескольку тысяч лет города. Тут же, в ту относительно далекую еще пору, существовал здесь и укрепленный осадный городок, укрывавший жителей во время вражеских набегов. А обстановка того периода и правда была крайне к тому располагающей. То воинственные неприятели-вагулы нынешние мантии нападут, то шайки лихих новгородских ушкуйников нежданно да негаданно заявятся, ну или вооруженные до зубов москвичи решать вопросики с новыми отчислениями в их казну нагрянут. Способствовало росту и всевозрастающей значимости ужги и выгодное расположение. Прямиком на популярном и весьма денежном торговом маршруте, утратившим свою былую актуальность после покорения армии Ивана Грозного земель соседнего ханства. Попалим, Казаи! Когда и новый проложенный путь из Руси в Сибирь в стороне от Старого одним своим появлением отбросил ужгу на обочину исторического развития. Нет, ну солидности ради, рассказывая о Бужге, откатиться можно было бы еще куда глубже в седину веков, например, аж в эпоху доисторическую. Вообще, немало огорчает, конечно, что за исключением некоторых немногочисленных раскопок археологических экспедиций, каких-то основательных исследований в округе проведено за долгие годы не было. Потому и какого-то глубокого рассказа о древней ужге со ссылками на авторитетные академические источники при всем желании не выйдет. Однако кое-какую картину, пусть и не из больного уж далекого прошлого этого места, составить вполне еще можно будет попытаться. Выходим из дому и прямо за околицы, и оказываемся на одной из семи деревенских улиц. В ее названии, как вы справедливо можете предположить, отражено существовавшее в этом месте некогда кладбище – Ужгинский погост. При захоронении, как водится, располагалась и церковь. Сперва деревянная, после отстроенной на ее месте в кирпиче. В богоборческих 30-х годах прошлого века, соответственно, уничтоженная. Позднее на месте храма была возведена школа, в здании которой нынче прописался Ужгинский сельсовет. Ну а весь этот песочно-травяной пустырь перед ним, как и детская площадка и футбольное поле, располагаются аккуратно на месте старых захоронений. Еще сравнительно недавно, в 90-х, скажем, при возведении, например, данного гаража, в почве обнаружен был чей-то череп, да, а проще костяные останки. Однако в остальном сегодня вряд ли что-то может уже явственно указывать на располагавшийся здесь давным-давно погост. Кроме, опять-таки, табличек с обозначением имени здешней улочки. И на сегодняшний день в Ужге встречаются пустующие дворы. И совсем уж заброшенные. В прошлом чьи-то жилые и хозяйственные постройки. Численность ужгинского населения после упразднения многих бесчисленных некогда лесопилок в округе сокращаться начала еще в советский период. Задолго до наступления кризисных 90-х. Наше пребывание в Ужге, конечно, сильно отличалось от привычного уклада деревенской жизни и по всему походило на типичный дачный релакс. Подоспевшие урожаи ягод с куста, молодая картошка с грядки, аутентичный самовар к свежезаваренному чаю, река, баня, природа и, конечно же, монтажи, 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 монтажи и еще раз монтажи. Сколько это монтажей? Много. Впрочем, ввиду отсутствия под рукой нормального скоростного интернета и для чтения по старинке бумажных книг время еще оставалось. Благо, отыскать в подборке удалось всякого случаю подходящего. Например, вон до прочтения рассказов из деревенского цикла классика советской коми-литературы про заика Геннадия Юшкова. В городе-то руки могли так никогда и не дойти. Здесь же все они с жадным удовольствием были проглочены буквально в пару подходов. Для чтения же оригинальных произведений, напечатанных на коми-языке, моих более чем скромных знаний, увы, не хватило. Прибывая в Ужге и уделяя внимание общению с местными, можно и без книг узнать много еще чего интересного о здешней округе. Скажем, как вспоминают и поныне, некогда, указывая на многочисленные ямы в лесу, старшие поколения ужгинцев, деды и бабушки, назвали их необычайно древними, имеющими не природное, а искусственное происхождение, и величали чуть-гу, то есть чудскими ямами. Вырывшими же их, этими самыми чуть-чудинами или даже чудаками, звался то ли некоторый автохтонный этнос, обитавший здесь еще задолго до прихода коми-зыриан, то ли их соплеменники, не принявшие христианство и попросту исчезнувшие, ну если конкретнее, то ли бежавшие от воинствующих христиан-крестителей дальше на север, то ли и эта версия остается наиболее популярной всей популяции, себя истребившие. Круповое самоубийство. Боже мой, это все объясняли? Охренеть, надо попрятать все острые предметы. Способ лишения себя жизни при этом избирался чудью достаточно оригинальной. Выкапывалась вместительная землянка, забиравшись в которую, отчаявшиеся подрубали опорные столбы и обрушивали крышу себе на голову. Как бы то ни было, лесные ямы и правда обильно в округе встречающиеся, ни одно поколение местных настойчиво называло чудскими могилами. Вообще, мифологическое наследие народа Коми представляет из себя богатейшее поле для изучения этнографами и краеведами. Один пестрый пантеон, населяющих окружающую природу духов и всякой нечисти, чего стоит. По поверьям, во всякой лесной чаще неизменно обитает свой леший. Во всяком водоеме водяной. В каждой избушке за печкой собственной домовой. В подполье своенравный, вспыльчивый дух семейного первопредка. В бане же, соответственно, банник. Повстречать которого там можно, затянув с помывочными процедурами допоздно. Народные Коми приметы, то вообще отдельная песня. Пусть и не для лиц излишне мнительных. Потому как, скажем, затрещала, что в избе или где стукнула, к чьей-то близкой кончине. Завыла во дворе собака к смерти хозяев. Кошка улеглась навзничь к покойнику. Снег на толой землю падает, жди в округе целую вереницу умерших. Вообще удивительно даже, что на столь богатой и специфичной этнографической почве в республике не пустила корни да не расцвела буйным цветом локальная блэк-метал-сцена Аки в какой-нибудь родственно-близкой Коми сестрице Финляндии. А что вы играете? Симфонический, постапокалиптический, оленебойный, антихристианский, экстремальный языческий финно-скандинавский метал. Понял. Каникулы пролетели быстро, а с ними будто и лета никакого не было. В очереди на нашем канале выход большого ролика о Петербурге. Первые главы нового экспериментального цикла, посвященного Северной столице. Спасибо, что смотрите, друзья. Отдельный респект каждому, кто поддерживает наше творчество рублем. В том числе и нашим постоянным жертвователям с Патреона и Бусти. Среди которых Дмитрий Полеваев, Антон Шифман, Сергей Прокофьев, Илья Сунгуров, Сергей Прохоров, Роман Зерлюк, Сёма Широпс, Макс Брандт, Иван Загайнов, Лангин, Юрий Ильин, Иван Рутер, Олег Ян, Рома Коробчинский, Александр Телепнёв, Глеб Че, Валерий Валерьевич, Демно Сижо, Михаил Фоломеев, Иван Двинятин, Кот Ватсон и Дарья Шипулина-Самойлова. До скорой встречи на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok